Воскресенье впервые за долгие годы все шахтеры страны отметят свой профессиональный праздник без пышных концертов и салютов. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все масштабные массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Накануне Дня шахтера мои коллеги встретились с ветераном профессии Мейрамом Акжановым и заодно узнали, как планируют поздравлять работников угледобывающих предприятий. Больше полувека заслуженный шахтер Мейрам Акжанов в буквальном смысле провел под землей. Трудиться начал в 17 лет после горного техникума. Пошел по стопам отца, ученика и соратника Каныша Садпаева. Тогда, в 1963 году, начинающий горняк застал еще старые методы добычи, когда вагонетки с углем возили кони. В шахте увидел, как лошади возят уголь в магонетках. Вот интересное. Потом уже все. Это индивидуальный лава попал, вручную лаву. Потом пошли комплексы, комбайнеры. Все новое, что на шахте, я все своими руками общупал, все провел. Мейрам Акжанов полный кавалер шахтерской и трудовой славы. Имеет множество наград и званий, в том числе ветеран труда и почетный шахтер. Он прошел все трудовые ступеньки. От простого рабочего до руководящей должности. На заслуженный отдых шахтер вышел в 1991 году, но продолжал трудиться еще 15 лет. До главного профессионального праздника всех шахтеров остается буквально несколько дней. В Казахстане День шахтера отмечают последнее воскресенье августа. Вот только в этом году из-за коронавирусной инфекции отметить его с таким размахом, как мы привыкли, не получится. Не будет ни больших концертов, ни приглашенных звезд эстрады, которые обычно выступают перед представителями. И для представителей этой сложной и трудной профессии все массовые мероприятия до сих пор остаются под запретом. Вместо этого работников угледобывающей отрасли поздравят персонально. По крайней мере в Караганде. В этом году государственным наградам представлены порядка 50 горняков. Свыше 300 получат премии. А небольшие сюрпризы ждут каждого. Но этот трудовой год горнякам прежде всего должен запомниться серьезной модернизацией оборудования. В нашей профессии похвастаться, наверное, очень сложно. Отметил бы такое максимальное поступление техники, которое давно ждали. И какая-то часть должна была еще в том году поступить, задержалась. И потом такой вот массой. Таким шагом наступает цифровизация. Такие интересные такие технологии. Три из восьми крупнейших шахт угольного региона в этом году досрочно дали на гора миллион тонн. Но, пожалуй, самое главное за это время на производстве не произошло ни одного серьезного случая травматизма. Марк Брюшко, Юлана Чаус, Нурыс Базаров и Сайлау Игликов, Хабар, 24.